В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Памятник природы или новый микрорайон? Собственники квартир по улице Силкина провели собрание жильцов. Человек из Подольска, артисты Саровского драматического театра познакомили зрителей с современной драматургией. Спорт как стиль жизни, любители воркаута открыли новый сезон. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты продолжают обсуждать первую корректировку бюджета текущего года. На очередном заседании профильного комитета они обсудили поправки к документу. Часть из них были отклонены или отправлены на доработку. Так, например, в ближайшее время будет решаться вопрос с ремонтом котельной в лагере «Березка». На ее реконструкцию в бюджете заложено 5 миллионов рублей. Директор лагеря и по совместительству депутат Станислав Власов утверждает, что для полноценной замены котла и оборудования необходимо в два раза больше. Ситуацию обсудят в администрации. Как заверили народных избранников на заседании комитета, срыва начала сезона в лагере допущено не будет. К другим новостям, в то время как одни собственники обсуждают благоустройство дворов и работы управляющих компаний, другие всерьез озадачены значительно более глобальными вопросами. Например, судьбой лесного массива, который является частью природного памятника нашего города. При застройке микрорайонов 1А и 1Б планируется вырубить более 100 его гектаров. На очередное собрание, посвященное этой теме, горожане пригласили и нашу съемочную группу. Зимой на лыжах, летом на велосипеде или просто погулять с детьми в лесу, который находится рядом с домом. Жителям близлежащих домов сложно переоценить значение лесного массива не только для себя, но и для всех горожан. А в связи с комплексной застройкой этого района предполагается вырубить больше 100 гектаров леса, который к тому же является частью природного памятника Ближняя и Дальняя Пустынка. 110 гектаров планируется вырубить. Сначала полгектара под детскую поликлинику, полгектара. А потом 110 гектаров. Понимаете, это квадрат километр на километр. Вот отсюда до памятника Серафиму Саружскому полтора километра всего. Вы представляете, весь этот массив будет уничтожен. Мы не против строительства детской поликлиники. Мы за спасение Серафимовского леса. Другим аргументом в пользу сохранения леса и переноса строительства стало расположение в лесу новой водозаборной скважины, которая имеет санитарные охранные зоны. А комплексная застройка микрорайона нарушает границы водозабора. А что такое наползание на водозабор? Это нарушение уникального химического состава нашей питьевой воды. Истоки, которые будут от строительства, от продуктов жизнедеятельности человека, конечно же, нарушат эту чистую воду. То есть это тоже одна из весомых причин, которая просто не позволяет вырубать лес. К тому же, в соответствии с региональными нормативами по проведению строительства и эксплуатации зданий и сооружений, территория Сарова относится к стопроцентной закарстовой территории. То есть в земле есть залежи растворимых пород, таких как известняк и доломит. И при вымывании их водами, возможно, провалы грунта. Он защищает нашу территорию от карстовых провалов. Потому что корни деревьев укрепляют грунт и не дают дождям и потокам притаяния снегов размывать песочную структуру почвы. Очередные публичные слушания по комплексной застройке микрорайона 1А и 1Б пройдут в актом зале администрации 27 апреля в 17.00. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Подробнее о планах застройки микрорайонов 1А и 1Б, а также об особенностях проекта планировки, который представят жителям на общественных обсуждениях 27 апреля, смотрите в новом выпуске программы «На самом деле». Он выйдет в эфир уже в ближайшее время. Институт генплана Москвы выиграл конкурс на проектирование этой территории. Сначала москвичи подготовили пять эскизных проектов, затем были обсуждения, были замечания. После этого был подготовлен один проект, вынесенный на публичное слушание. И именно этот вариант мы будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем Игорем Калашниковым, архитектором. Саровские приставы проведут акцию, узная о своих долгах. Информацию о дате возбуждения исполнительного производства, сумме задолженности, требованиях, содержащихся в документе, можно узнать на сайте судебных приставов разделе «Банк данных исполнительных производств». Запросить информацию и подать заявление можно также с помощью портала Госуслуг. По всем интересующим вопросам горожане могут обратиться в Саровский районный отдел управления Федеральной службы судебных приставов по адресу Мира 34. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Городская акция «Лес Победы» переносится на более поздний срок. Напомним, во вторник 24 апреля в лесном массиве в районе дороги к Садовому обществу Кремешки планировали посадить несколько сотен сенцев сосен. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, акция обязательно состоится, но чуть позже. Дело в том, что из-за погодных условий техника, которая должна была подготовить земельный участок для посадки, не может проехать к месту. Зарплаты бюджетников в этом году могут вырасти на 15%. Такой прогноз озвучили в Центробанке. По мнению экономистов, доходы увеличатся за счет повышения МРО до уровня прожиточного минимума и выполнения майских указов президента. Юные спортсменки из нашего города поднялись на пьедестал почета. На минувших выходных в столице региона прошло открытое первенство по художественной гимнастике. Воспитанница спортивной школы ИКАР в составе команд конфетти и забавы завоевали серебряные медали. Девушек подготовили тренеры Екатерина Колганова и Елена Пугачева. Дмитрий Данилов – современный прозаик и поэт, лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий. Пьеса «Человек из Подольска» стала для него первым опытом в драматургии, который принес автору самую престижную театральную премию «Золотая маска». Это пьеса о каждом из нас, о том, что жизнь – это не вечное завтра, жить нужно здесь и сейчас. В Саровском драмтеатре прошла читка пьесы «Человек из Подольска». Один житель Подольска не замечает того, что его окружает, и от этого его жизнь кажется ему скучной серой. И вот однажды он попадает в обычное московское отделение полиции. Только выяснение личности проходит не так, как мы привыкли. Полицейские используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности собственной жизни. «Люблю отцу! Люблю 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 отцу!» С одной стороны, сюжет кажется абсурдным, но вскоре понимаешь, что он как никогда реалистичен. Место для проведения читки тоже выбрали нестандартное. Вместо привычного зала зрители отправили в подвальное помещение, что только придало действию антуража. В карьере Елизаветы Казачковой это первая читка. Это что-то новое однозначно для театра, потому что сама форма – это читка. Это не спектакль, артисты не прикрыты ничем, ни музыкой, ни светом, ничем абсолютно. То есть только мы и голый текст. И нужно как-то постараться достучаться до людей вообще. Госпожа-капитан Марина. Именно так обращаются к героине Елизаветы. В пьесе она играет женщину-полицейского. У автора там нет имен сначала, только первый полицейский, второй, третий. И женщина-полицейский. Написано «Женщина без возраста» с утонченно подчеркнутыми манерами. И сразу как так думаешь вообще, почему женщина пошла в полицию. Но мы решили, что это такой фантастический образ женщины, потому что она восхищенная, ей все очень нравится. Но мы редко таких вообще встречаем в принципе женщин, тем более в полиции. Женщина-полицейский твердо уверена, что любой город любой страны по-своему прекрасен. И серые стены хрущевок вызывают у нее не меньшее восхищение, чем пряничные домики Амстердама. Елизавета признается, что образ ее героини достаточно сложный. Хоть в чем-то они с ней и похожи. Я могу где-то найти схожую манеру поведения. Она такая вечно восхищенная, флиртует, что-то еще. Ну, легкость жизни такой, наверное, да, вот это общее есть. Но я не так фанатично восхищаюсь всем и всяким, как она. Но это фантазия, это необычный человек. Полицейские устанавливают личность главного героя на протяжении всей пьесы и невольно заставляют его посмотреть на свою жизнь со стороны. Делают это весьма нестандартными способами. Сдают вопросы по истории, расспрашивают о работе и хобби и даже проводят специальный полицейский танец для развития мозга. Мария Рунч, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Офицеры России. Так называется фестиваль военно-патриотической песни, который ежегодно проходит по всей России. Отправной точкой отборочного этапа фестиваля в этом году стал наш город. Свои исполнительские таланты демонстрировали дети сотрудников Росгвардии. Подробнее о фестивале расскажем в следующем репортаже. Ты обязательно должна там выступить. Именно с этой фразы, сказанной мамой Юлия Пушкарева, началось участие юной исполнительницы в фестивале детской патриотической песни. Для выступления она выбрала композицию «Когда мы были на войне». Она очень сильно раскрывает смысл того, как люди уходили на войну, оставляли свои семьи, оставляли дорогих себе людей, а потом приходили, и те люди просто бросали их в никакой ситуации. И эта песня очень раскрывает именно патриотизм. Уверенность в себе девушки не занимать. За плечами почти 10 лет занятий пением, сотни концертов и выступлений. На сцене Юля, по собственному выражению, кайфует от того, что делает. Патриотическое направление в концертах и фестивалях считает правильным и необходимым в нынешние времена. Некоторые сейчас просто не хотят идти в армию, из-за того, что это мешает их жизни, это лишний год. Я считаю, что это совсем не лишний год, это именно патриотическое воспитание, это именно тот стиль, та закалка, которая должна быть в русском народе. К участию в фестивале патриотической песни допускаются только дети сотрудников Росгвардии со всей страны. Мальчишкам и девчонкам предстоит показать вокальный максимум, на который они способны, чтобы попасть в финал в Москву. Из десятков и тысяч претендентов со всей страны на галоконцерт фестиваля организатор отберут всего 20 человек. Всегда приходится отбирать. Отбирать приходится из талантливых детей, сильных детей, музыкальных детей. Это не больше 10-11 коллективов, которые со всей России выйдут на сцену, на центральную сцену, на галоконцерт. Кто из саровчан попадет в число финалистов, узнаем ближе к концу этого года. И даже если на этот раз мальчишкам и девчонкам удача не улыбнется, попробовать свои силы можно будет и в следующем году. Фестиваль стал уже доброй традицией, которую организаторы намерены поддерживать и дальше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Чудеса в детской библиотеке имени Пушкина. На ежегодном вечере семейного отдыха «Библия сумерки» ребята и взрослые смогли стать участниками творческих площадок, получить необычную информацию и проявить свои способности. На каждой станции гостей ждали встречи с чудесным явлением или открытием. Всежелающие могли сотворить чудо своими руками и узнать рецепт средства от плохого настроения. Насколько интересно жить в мире, наполненном чудесами, и можно ли стать волшебникам? На эти и другие вопросы получили ответ участники традиционной акции «Библия сумерки». Очень важно, чтобы каждый человек, ребёнок и взрослый научился видеть этот чудесный мир, в котором мы живём. И не просто видеть и замечать его, чтобы эти чудеса он хотел творить своими собственными руками. Впервые организаторы акции приготовили для ребят новую площадку «Видеосалон», где всем желающим предлагалось подискутировать на тему чуда. Ребята смогли познакомиться с книгой американской писательницы «Паласио. Чудо» и посмотреть экранизацию этого произведения. Фильм очень понравился, потому что он учит людей быть добрее и принимать людей, какие они есть, и не только по внешности. Также на площадках ребята смогли поучаствовать в фокусах, сделать поделки своими руками и прочитать стихи. Паса, праздник самый светлый, а яйцо известно мне, все полжили на земле. Здесь всегда очень интересно, разные акции интересные, конкурсы, всегда развлечения. Мне здесь очень нравится. В ближайшем будущем сотрудники детской библиотеки имени Пушкина удивят своих читателей новыми программами, посвященными 9 мая и Дню Семьи. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Направление воркаут возникло еще в конце 20 века. Его родиной стала Америка, а вернее дворовые площадки США. Сейчас это движение популярно во всем мире. В нашей стране слово воркаут довольно быстро приобрело особенный смысл. Так стали называть не столько саму тренировку, сколько стиль жизни и течение свободного фитнеса. В Сарове этот спорт только начинает развиваться, но уже приобрел немало сторонников. Зародившийся на дворовых площадках этот вид спорта так и остался уличным. Чтобы заниматься воркаутом, сразу следует забыть о комфортном помещении спортивного зала. Проходят уличные тренировки не под чутким руководством тренера, а в окружении друзей или товарищей, которых объединяет одно стремление – заниматься спортом на свежем воздухе. В нашем городе найти единомышленников для тренировок можно в объединении воркаут «Тим Саров». У меня недавно пришла хорошая идея. А что, если попробовать организовать команду? Так сказать, некий сбор. Ну, естественно, в начале этой недели я пришел на турники, увидел, какие-то ребята новенькие начали заниматься. Я им предложил объединиться. Чтобы заниматься спортом и получать хорошие результаты, не обязательно ходить в спортзал. И это доказывает воркаут. Заниматься могут все желающие, у кого нет проблем со здоровьем. Чтобы не допустить несчастных случаев, тренировки проходят по определенной схеме. Приходим, делаем какую-то базу, то есть подтягивания, отжимания, бег, пресс, а дальше по элементам. Объединение воркаут «Тим Саров» существует не так давно, но ребята активно продвигают этот спорт в нашем городе. Тренировки стараются проводить систематически, но все равно сталкиваются с определенными трудностями. Нам охота свой зал на зиму, потому что за всю зиму мы почти не тренировались. 1 мая воркаут в России отметит свой первый юбилей. В честь десятилетия во многих городах страны пройдут спортивные мероприятия. Саров не станет исключением. В этот день все желающих попробовать свои силы в воркауте приглашают на спортивную площадку жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе пойма Рекисатис. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!